Девушка, простите, пожалуйста, а можно с вами познакомиться? Женщина, вашей матери взять не нужен? Я вкусно готовлю. Блин, бабуль, почему со мной никто из девушек не хочет знакомиться? Я тебя сейчас всем научу. Девчонки любят, когда упадные страсти. Ну давай, покажи мне страсть. Да, это скорее не сварение, чем страсть. Ладно, увидишь вон ту девчонку? Просто подойди и попроси телефон. А дадите номерок. Бабуль, получилось, она дала мне телефон. И мы идем с ней на свидание. И чего ты ждешь? Иди готовься. Вы же понимаете, что сходить с ним на свидание будет стоить намного дороже. С вами приятно иметь дело. Бабуль, я так беспокоюсь, сейчас она придет, это мое первое свидание. Да не ссы, я буду подсказывать. Привет, Артем. Скажи ей, что у нее приятный парфюм. От тебя приятно пахнет. Спасибо, это же он шик. Ничего, бывает. Покажи ей фотки на телефоне. Смотри, это меня бабушка сфоткала в бане, голенькая. Артем, уверен, тебе тут лет восемнадцать. Проще самой все сделать. Так, это вам. И чтоб через час решили, кто к кому едет. У меня родитель не обнимается. Да поехали к тебе, у меня родители. Если ты видишь на симпатичного парня и не знаешь, как его удержать, маникюр, педикюр, эпиляция, это все ты делаешь для себя. Его нужно кормить. После того, как ты добилась своей цели и завоевала его сердце, можешь забыть о туфлях Манола Блани, потому что переодевать придется его. Плюс десять килограмм, это вам не шутки, потому что на вечеринке он должен быть королем. Задача номер один, скрыть его живот. Для этого надеваем на него кофту оверсайз. Теперь все будут думать, что это его стайл, и только ты знаешь его секрет. О том, что ты жиртрец. Второй подбородок, это, конечно, задачка посложнее. Проще надеть ему пакет на голову, но давайте обойдемся с вами скинным шотом. Стайл? Добавь ему дорогой аксессуар. И я не про десерт в ресторане Пушкин. Я про модные очки от Гуччи. И напоследок, девочки, не ищите себе старого, пузатого, некрасивого спонсора. Выходите замуж по любви, даже если у него есть животик. Кстати, у Артема большой не только животик. Сегодня я хочу поговорить о привычках. Мы живем и даже не представляем, как самые странные вещи становятся частью нашей жизни. Привычкой стало лопать пупырку. Облизывать этикетку от йогурта. Не наступать на границы плитки на тротуаре. Переводить будильник на попозже. Петь в ванной. Танцевать в ванной. Когда читаешь, читай все фразы с эмоциями героев, которые их говорят. Когда допиваешь напиток, вдавить трубочку в дно, высасывать последнюю капли и шпеть. Посмотреть время на телефоне. Тут же забыть, сколько времени, и посмотреть еще раз. Это я к чему. Теперь с помощью привычек можно получить и выгоду. Поделись своей самой необычной привычкой на сайте Barrier Habit. И получи возможность выиграть один из трех айфонов X или фильтр для воды Barrier. Кстати. Есть у меня еще одна привычка. И, кстати, очень полезная. Раз в месяц менять фильтр-кассету, в фильтре-барьер. Вот такая вот привычка. Не забудьте про подгон. Все подробности выкупят. Бабуль, вообще-то запрещено распивать алкогольные напитки в общественных местах. Бабуль, здесь нельзя ходить. Почему? Потому что ходила дорожка. Что я тебе говорил насчет курения на детских площадках? Вейп намного хуже, чем сигареты. Да что ж такое? То нельзя, это нельзя. Сюда не ходи. Да провались. Нечего было со мной сисюкаться так всю жизнь. Я буду мстить. Молодой человек. Распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. Пройдемте со мной. Эй! Просто подойди и познакомься. Я Артем. Меня... Мое... Меня зовут Артем. И он хочет познакомиться. К всему тебя учить нужно. Камера скрыта. Мы с тобой крыты. Снятый запрет. Хватит ей настрачивать. Бабы не любят, когда им пишут везде. Я так соскучился по идее. Я готов. Стой! Куда пошел? Я. 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 Свободен. Надеюсь, ей это понравится. На тебе лучше пива. Привет. Сука, а тут как все, а? Нормальные. Ты же встреча какого-нибудь... Долбанного. Ты серьезно? Сегодня я намерен сделать идеальное фото. Для этого мне понадобится быть в тренде. Поехали. Быть сексуальным. В меру сексуальным. А еще мне нужен известный блогер в кадре. Все люди как люди, а я супер звезда. Я не тот, кто тебе нужен. Надевай. Нафиг на это подписался. Для крутости нужны фанаты на заднем плане. Больше фанатов. Мы тут все. А я вообще за компанию пришла. Можно я уже пойду? Рано. Какое идеальное фото без сисек? Да в смысле не моих? Да вроде твоих. Теперь мне надо, чтобы все поместились в кадр. Samsung Galaxy A7. Широкоугольные камеры. Теперь в кадр точно попадут все. Сфоткай нас. Вот теперь мои фото всегда будут идеальны. Готовы? Ребят. Сегодня я расскажу 5 лайфхаков, чтобы у вас умолили сработать. Первое. Делайте вид, что спите с директором. А есть способ еще более простой. Не работать вообще целый день. Если тебя через неделю не уволили, знай. У тебя отличная работа. Также, чтобы уволили, можно забеременеть. You're so beautiful. Show me a tea. Не буду я этот вариант пробовать. Вариант четвертый. Допейся, чтобы тебя перевели в отдел, где работают одни женщины. И перестань опускать свеча. Финальный вариант. Самый надежный. Начни больше работать, иди по головам. Через некоторое время ты станешь директором и сможешь уволить сам себя. Если вам понравилась рубрика, не забудьте поставить лайк. Спасибо за просмотр. Это фразы знакомы абсолютно каждому. Родители и технологии. Поехали. Вспомните вот этот момент, когда вы сидите за компьютером, работаете, учитесь, отдыхаете. И подходит отец и говорит, освобождай компьютер. Мне кое-что посмотреть нужно. Как бы ты ничего сказать не можешь, потому что этот компьютер, вероятнее всего, тебе родители купили. И ты уступаешь вместо отцу, думаешь, сейчас он будет смотреть что-то важное. Но нет. Он начинает смотреть сериалы или включает World of Time. Но при этом, когда тебе что-то срочное нужно посмотреть, он начинает писиться на тебя. Предположим, мы доделали все дела и сели за компьютер, чтобы поиграть. Вспомните эту фразу. Сейчас наиграешь там, а потом с нас деньги будут списывать. Интересно, откуда они это берут, эту информацию? Не знаю, как у вас, но у меня ни разу не было такой ситуации, чтобы с родительской картой в детстве у меня списывались деньги. Да, у меня бывало такое, что у меня выскакивали порнушные вирусы. На весь экран я их не мог закрыть. Но чтобы деньги списывались с карты? Никогда. Сейчас будет вообще раз. Вы сидите, работаете не покладая рук, подходите к маме, потому что вы спались и говорите, мне голова болит. И угадайте, какой ответ? Голова болит, компьютер меньше. Я расскажу вам пару лайфхаков, как заставить себя заниматься спортом. Купите годовой абонемент в зал. Но такой способ работает не с такими ленивыми людьми, как я. Главное найти такой спорт, который тебе по-настоящему нравится. Ну и тут облом. В женскую сборную по пляжному волейболу меня не берут. А еще можно начать встречаться со спортивной девушкой. У меня есть для тебя подарок. С дня всех любимых. Серьезно? Вот, чоколад. Упс. Как сделать пластическую операцию дома? Бла-бла-бла и приклейте на лицо, используя немного скотча. Окей. Это еще не вся история, там столько рассказывать. Закрой рот и ешь суп. Как подкатить к девушке зимой? Надо поесть. Их готовить нужно. Пьешь воду из большой бутыли. Ожидание. Реальность. Ребят, сегодня пятница. Я учусь по субботам. Домашку затали мне. Блин, ненавижу. Компьютер помогает мне в учебе. Мы слышали. Компьютер. 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 На Plus. Домашка. Играет музыка. Компьютер. Субтитры сделал DimaTorzok